Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Наимии. Общее содержание 10 главы, которую мы сегодня будем учить, описывается так. В данной главе подробно описывается завет, решение о заключении которого было принято в предыдущей главе. Они решили ковать железо, пока горячо, и немедленно, пока находились в добром расположении, приступили к исполнению хорошего решения, чтобы откладывание не привело к отказу. В данной главе названы имена тех, кто приложил руку и печать к завету. Так описывается общее содержание этой главы. И она начинается словами, приложившие печать, были и далее перечисляются имена до 27 стиха. С 28 стиха и ниже мы читаем. «И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы и нефинеи, и все, отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почтеннейшим из них, и вступили в обязательства с клятвой и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа, Бога нашего и уставы Его и предписания Его». Здесь мы видим, что исправление народа Божия, даже священников, левитов, оно происходило через отделение от народов иноземных в сторону к закону Божию. А семь народов Ханаана, как мы помним, они символизируют собой семь смертных грехов. То есть наше возвращение к Богу и Его закону происходит через оставление смертных грехов. И здесь мы видим, что они эти обязательства принимали с клятвой и проклятием. Скорее всего, речь идет о книге «Второзаконие», где как раз даются эти клятвы и даются проклятия, что будет происходить, если мы не будем исполнять эти законы, эти уставы и эти предписания. Далее говорится о дополнительных обязательствах, которые принимали на себя. «И не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих, и когда иноземные народы будут привозить товары, и все продажное в субботу не брать у них в субботу, и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода». Вот такое обязательство брали на себя. Это очень важно, когда мы не входим в зависимость от других народов. В данном случае это зависимость от мирских людей, которые не принадлежат к нашей вере. Они могут быть и нашего народа, и не нашего, но мы более общаемся со своими. Как сказано, делайте добро всем, наипаче своим поверью. И поставили мы себе в закон давать от себя по третий сикеля в год на потребности для Дома Бога нашего, на хлебопредложения, на всегдашнее хлебное приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячие, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля и на все, совершаемое в Доме Бога нашего. То есть очень важно, друзья, когда мы жертвуем на свой приход, к которому мы принадлежим, или на какой-то бедный приход. Особенно обращайте на это внимание в летний период, когда вы выезжаете на отдых в область. Там есть храмы, которые посещаются только летом. В другое время, в недачного сезона, мало кто к ним заходит. Поддерживайте такие приходы, но помните и о тех приходах, которым вы принадлежите, городские приходы. Их тоже нельзя оставлять. И далее мы читаем, «И бросили мы жребий о доставке дров». Это тоже важно. Обеспечение храма необходимыми дровами, если он отапливается. Или оплата электричества. Кто-то может взять на себя этот вопрос и стараться сам или с друзьями снимать эту проблему с плеч священников. «И бросили мы жребий о доставке дров». Очень важно, когда мы думаем о том, чтобы храм, приход, где мы молимся, там бы все отапливалось и вовремя оплачивалось бы электричество и поступление тепла. «И бросили мы жребий о доставке дров священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенное время из года в год привозить их к дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвеннике Господа Бога нашего по написанному в законе». Закон Божий учит, что огонь на жертвеннике должен гореть непрерывно. И далее, 35 стих и ниже. «И обязались мы каждый год приносите в Дом Господен начатки земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева. Также приводите в Дом Бога нашего к священникам, служащим в Доме Бога нашего, первенцев и сыновей наших и скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего». Но первенцев их выкупали и символически их приводили и тут же заменяли некой платой. А некоторые посвящали своих детей на служение в храме, как, например, в первой книге царей рассказывается о Самуиле, которого его мать Анна привела в храм, как только он научился ходить самостоятельно, и он там и был оставлен. Потом он стал пророком и великим вождем Божьего народа. «И начатки из молотого хлеба нашего и приношений наших и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при Доме Бога нашего и десятину земли нашей Левита». Здесь говорится о том, что важны и хлебные приношения. Вот если кто-то поинтересуется, сколько муки требуется храму на месяц и возьмет на себя часть издержек, это будет очень важное служение. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. То есть жертвовать деньги на содержание левитов – это проявлять заботу о нашем духовенстве. Потому что одно дело – жертва на храм, нужды храма, другое дело – жертва духовенству. Особенно надо помогать тем священнослужителям, у которых большие семьи, которые в браке, у них маленькие дети или которые служат в малопосещаемых храмах. 38 стих. При левитах тогда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, в комнаты отдельные для кладовой. В свою очередь, левиты, они жертвовали десятую часть от тех десятин, которые получали. Как и в наше время, приходы жертвуют на епархию, чтобы были какие-то средства на ее содержание. Но это, как правило, должна быть именно десятина. Потому что если епархия начнет требовать больше десятины, то это какой-то разбойничий акт. Он не подтверждается священным писанием. Или мы сами будем требовать с народа больше, чем десятину. Это тоже будет разбойнический акт с нашей стороны. Поэтому Господь установил закон о десятинах, чтобы соизмерять тем людям, которые нуждаются в десятинах, на что они могут рассчитывать, а на что рассчитывать им не надо. Если у них проблемы, пусть трудятся своими руками дополнительно, свободное от службы время. Далее читаем. «Потому что в эти комнаты, куда левиты приносили свои десятины, как сыны Израилевы, так и левиты должны доставлять приносимые в дар хлеб, вино и масло». То есть десятина – это не обязательно деньги. Хлеб, вино и масло – на самом деле это необходимое. В древности считалось, что хлеб, вино и масло – это то, без чего человек не может существовать. И за всеношном мнении всегда делается освещение хлеба, вина и масла. Хлеб обычно в виде хлебов, и там еще отдельно вино, масло, пшеница. Там священные сосуды, то есть в этой же комнате хранятся серебряные золотые сосуды, и служащие священники, и привратники, и певцы. Они, похоже, там имели комнату отдыха. Служащие священники, привратники, и певцы. И мы не оставим дома Бога нашего. Или речь идет о том, что священники, привратники, и певцы, они тоже что-то должны были делать для сокровищницы храма. Итак, мы сегодня с вами окончили изучение 10 главы книги «Наэмия». Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз будем читать 11 главу этой книги. Берегите себя. Спасибо вас, Христос. Продолжение следует...